Размеши Только не использую щекотки Это те люди, благодаря которым Евгений Кашевой вспомнил фразу Передайте за проезд, пожалуйста Это те люди, благодаря которым Владимир Зеленский думает поменять свой пятый айфон Не на шестой, а на четвертой Ну, а пока, дорогие друзья Я приглашу Владимира Зеленского и Евгения Кашевого К нам на сцену Встречайте! Привет! Добрый вечер! Добрый вечер! Здрасте! Привет, Володя! Привет, дорогой! Рад! Рад видеть! Не-не, стоп-стоп-стоп-стоп Давайте без вот этих ваших шоу-бизнесовских обнимашек Давай по-нормальному, как мужики, поздороваемся Давай! Мальчики, не буду вам мешать, я пойду Подожди, Вова, мы еще не поздоровались Подожди, иди сюда Размеши свежного Размеши меня, размеши меня Помада не осталась? Нет? Нормально, нормально И для начала, дорогие друзья, как всегда, правила нашей игры Каждый участник, вышедший на эту сцену, за одну минуту должен будет рассмешить наших комиков Если ему это удастся, он зарабатывает одну тысячу гривен Смех комиков на второй минуте, как вы уже знаете, принесет ему пять тысяч гривен На третий — десять, на четвертый — двадцать На пятой минуте вы заработаете пятьдесят тысяч гривен Дорогие друзья, и только в супер игре, то есть сегодня, можно заработать сто тысяч гривен, рассмешив наших комиков на шестой минуте Все очень просто, мы начинаем Размеши свежного Размеши меня, размеши меня Приятная атмосфера сегодня, добрый зал, веселые комики А я расскажу, что происходит у меня на столе, как вы видите, пульт Красную кнопку я нажму только тогда, когда увижу улыбки или смех на лицах наших комиков Зеленая кнопка начинает отсчет каждой минуты А синяя кнопка, дорогие друзья, выливает ведро холодной воды на Евгения Кашевого Опа! Я приглашаю на нашу сцену Муха Михаила Город Тернополь, встречайте Размеши свежного Размеши меня, размеши меня Всем доброго, здорового и хорошего настроения Михаил, здравствуйте Добрый день Профессии у вас написано, как получится Ну, бывали разные, всякие бывали Доводилось и дрова таскать, и пять тысяч за минуту заработать, всякие было Как, вы же 20 тысяч выиграли у нас А то не у вас, то была совсем меньше история А, другая игра? Картишки любите? Не для эфиру Ну, всякие истории Не надо на меня так смотреть, я с ним не играл Всякие истории в жизни бывают, не про все можно рассказывать Понятно, согласен, а на что вы потратили 20 тысяч? На что потратили 20 тысяч? Знаете, тут была такая история, что вот как раз, когда я туда ехал на съемку У нас холодильник поломался Вот удачно, вот они как раз пришли, так 20 тысяч В холодильник новый, в хату купили там Еще было пару лет А сейчас бойлер нужен, да? А не, бойлер есть А бойлер есть? У нас актуальная тема сейчас Нет, мы просто как раз до того отчули, или что, и поставили Молодцы Не знаю, пророки мы, или что Что-то такое Михаил, в прошлый раз вы выиграли 20 тысяч В этот раз, наверное, хотите выиграть 50, а то и 100 Ну, то, что я хочу, то одно, а как оно будет, увидим Не будем загадывать, будем сподіваться на поддержку залу и хороших умов Первая минута Есть люди, которые, не заваживая ни на какие-то проблемы, все равно остаются счастливыми Вже скоро дефолт, и падает гривня, все люди ждут беду А я в 8-м ранку уже похмелився, счастливый поспать иду Вот такая Уявите себе супермаркет, в яком выключилась электроэнергия и камеры спостережения Усих покупців через чорный вход виводять по одному И хотя никто ничего не купил, все пьяные идуть до дому Михаил, мы вас поздравляем, вы выигрываете одну тысячу гривен И, наверное, сразу не будем вас мучить, идем на вторую минуту, да? Я просто подумаю, у меня тут трошки порядок сбился, сейчас секундочку Мы видим ваш компьютер Такое бывает на планшете Как вы сказали минулого разу, у вас хорошее зрение, но теперь я вижу, что у меня еще и плохой почерк Давайте, поехали Мало кто знает, что в украинских местах також есть кавказские районы Гуляв в Мишаня по району И тут с ним стався ой-ой-ой Вже майже он пришел домой Тут сзаду здравствуй, дорогой Скоро в Украине парламентские выборы, поэтому трешки черного гумора Панахида по партиях Розпочинаем по партиях, которые не проведут 5% барьер на выборах Партия социалистов, пророссийных социалистов, работники Веселяна також 38 стук же выборчого списка А тем комунистам, что, как всегда, пролезут в парламент вечная память Пять тысяч гривен у вас в кармане Михаил, идем дальше Давайте Поехали Хто пережив, той пойме Звенить в ухах, і сильні в памяті провали В кімнаті бомж, якийсь алкаш, бандюк і я Мене сюди вночі запхали два амбали Які чомусь себе зовуть міліція У шлунку пусто, і болять побиті ребра І телефона у кишені не знайшов Фигні такої, аж ніяк не було треба Капец, день студента пройшов Відділення міліції, участковий, затриманий, пояснення ситуації Товарищ начальник, товарищ начальник, все було нормально Я стою з ним, говорю, як нормальна біла людина, а воно не доганяє Ти понимаешь, начальник, воно не доганяє А я терплю, я годину терплю Я дві терплю, а воно не доганяє, начальник І тут вже ситуація закрутилася так, що ти свій прикинь Ось стоїть акація, на акації ілці, там два вороб'я І вже в цих вороб'ї в глазах немає вопросу Вася, коли ти його потушиш? Ну я і потушил! Михаїл! Эти аплодисменты вам Десять тисяч гривень у вас в кармане Меня впечатлила скорость, с которой вы пели последнюю песню Це за техніку деньги були Да, це було круто Аплодисменты ще раз вам Миш, хочеться спросити, идем дальше на 20 тисяч Давайте Для начала повторяємо рекорд предыдущій передачі Опа! Жінка розвелася з чоловіком і згоря пішла пити Я вечером зайшла в кабак Аплодисменты! Було дуже приємно, але коли вони закінчились Ось така думка була, чесно-часно Може, треба було піти на 50 Так що я не хочу, щоб в мене така думка була Йдем на 50 Я надеюсь, що такі ж аплодисменты бурні будуть після цієї минути П'ятая минута на кону 50 тисяч гривень Без назви Знайшов подругу вчора я на дискотеці Привів додому шейгорілочки я взяв Презервативи навіть я купив в аптеці Предмет один мені лиш на заваді став Бюстгальтер Заклинило бюстгальтер Гудзик до гудзика Як приріс, який придурок Видумав бюстгальтер 120 гривень куту під квіст Участковий затриманий відділення міліції Пояснення ситуації два Товариш начальник Товариш начальник, все було нормально Вася виграв путівку в Турцію Каже, давай поїдеш ти зі мною Чого ми будемо жінок брати? Що ми там в Турції баб не найдем чи що? Ну, рішили за це діло випити Випили по 50, випили по 100 Каже, давай ще півка Бахнули півка, давай ще вінца Ну, поїхали в аеропорт В аеропорту ще бахнули віскаря І що ми робимо в Смолітополі, я сам не знаю 50 тисяч гривень Уже лежат в кармане у Михаила з Тернополя Можно погромче похлопать, друзья Це достойно аплодисментів І, може, бать, ваше аплодисменты, друзья Помогут в решенні вопроса Ідти на суперигру на 100 тисяч гривень Знаєте, я коли був чуть-чуть младше Я любив слухати такого співака Виктора Цоя Там, у нього є такий текст І все, що мені потрібно, це нескільки слов І місце для шага вперед От я ж не хочу залишити ці місці Я заберу гроші Не будем с вами спорити Ми вас від всей душі поздравляємо 50 тисяч гривень Це сьогодні ваш виграць Сьогодні ваш виграць Расмеши свежного І під столом валяться Расмеши свежного Пусть намочить колботи А можна один вопрос? Михаил! Миша! Вернитесь на секунду Вернитесь на секунду Отдайте деньги обратно Я шучу Мы шутим Можно вас на секундочку, Миш? Идите вот на сцену, можно? Ну я прошу прощения Не забирай деньги, оператор А просто вопрос Там просто эта песня «Иди сюда, Вася» Не, ну правда, хочется услышать финал Я вечером зайшла в кабак Бо в моїй жизни щось не так Бо мужа забрали дівки А тут всі класні пацани А ну іди сюди, Вася А ну іди сюди, Вася Я покажу тобі місце А звідки я взялась? Это были 100 тисяч А ну іди сюди, Коля І Вова тож іди сюди Бо я найкращий варіант Розведена п'яна і молода Вот так вот помністью Миш, спасиба за хорошее настроєння Спасиба за то, що приїхали Ждем вас в следующих програмах С вами було хорошо, пока-пока А всім учасникам хочеться побажати Вірити в себе Працювати Кожен може знайти свою нішу І знайти щось своє Як себе проявити В залежності від того, яка ти людина С радостью встречаєм Мельцель Евгений І внуков Анатолій на сцене у нас із города Мариуполь Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте Жень, Толик Сколько віграли в прошлій игре? 20 тисяч Немало? Нормально Немало, не много Немало, не много А нас що потратили-то? Знаете, честно говоря Было на що потратить Потому що у Толика маленькая дочечка І я, як кум, зробив подарок Забрал деньги Женя, я, як кум, зробив подарок Зробив вторую Не-не-не-не О, зговорил Толя Толя в образе Витька, а ми готові? Біть будете? Итак, ребят Если вы готовы Мы тоже готовы Начать ваше выступление Так, первая минута пошла Дорогие друзья Вечная проблема Отцов и детей Не пей Учись Не пей Учись Прошло пять лет Не пей Не пей Не пей Не пей Одна тысяча гривен У вас в кармане Все очень просто Вот так вот можно зарабатывать деньги На нашей игре Спасибо Ребята, идем дальше Да Вторая минута На кону пять тысяч Дорогие друзья Представьте себе Как делают самое дешевое вино Лошатами контаре Блин, забыл Пятнадцать секунд на первой минуте Пятнадцать секунд на второй минуте Стабильность, признак мастерства Ребята И ты вовремя остановил У Жени вот такое было выражение лица Еще буквально пять секунд И потечет слюна, понимаешь? Че ты вот так закрываешься тогда? У меня течет Ребят, мы вас поздравляем Пять тысяч гривен у вас есть Заберете деньги Мы возьмем следующую минуту Нам нужна девушка из зала Пожалуйста Ничего себе С веночком Выбирайте И ушли Взяли бабки и ушли Девушка, а как вас зовут, простите? Леночка 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 Вы готовы, видимо, на все, да? Леночка Ленусик Итак, ребята взяли девушку из зала Видимо, они думают, что им это поможет Мы им в этом только помогаем мысленно Третья минута и десять тысяч на кону Поехали Ну что ж, начнем Хочешь меня? А есть более бухие девушки из зала? Друзья, во дворе Кто это сделал? Вот это Что сделала? Собрала машинку И? Квартирку и двух детишек Смело Идем дальше Бабушка, у которой было очень бурное прошлое Идешь со мной? Алкоголик, наркоман Выше нос Идем дальше У врача Тут болит Ребята, вы выигрываете десять тысяч грин Судя Судя по тому, что вы оставляете девушку Мы идем дальше, да? Главное, она уходить хотела Она подожди Мне понравилось Итак, поехали дальше Тут болит Тут болит Тут болит Доктор Что вы делаете? Верим доктору Тут болит Тут болит Не, ну просто понимаешь, такое Первое свидание просто, понимаешь Они только познакомились Это, конечно, смотрится Такое хамство смешное Но Не могу выйти Здесь ключевое слово Смешное И это приносит Двадцать тысяч гривен Аплодисменты Елене, пожалуйста Аплодисменты Елене Спасибо Спасибо, она помогла Заработать какое-то количество денег Нашим участникам Сейчас будет классно Если ребята скажут А теперь нам нужен молодой человек из зала И будет опять Тут болит Сейчас у нас, секундочку Анатолий подготовится к номеру А он спать будет здесь? Да, я выступать, он спать Мы готовы Вы готовы, мы готовы Зал готов Зритель в нетерпении У ребят уже есть двадцать тысяч гривен И сейчас они пойдут на пятьдесят тысяч Но уже вдвоем Поехали Меха, с самого начала хотелось бы заявить В Мариуполе самые сексуальные парни Все нормально, я из области Друзья, продавец шаурмы ложится спать На контрольной Петрова А? Решила? Решила И что решила? Буду рожать Смело Продолжаем Путана в Верховной Раде Я вас всех знаю! Двигаемся дальше Человек-скотина ослышался Чего? Человек ослышался Двигаемся дальше Нашли два пьяных друга Нашли книгу рекордов Гиннеса Четыреста пятьдесят девять Четыреста шестьдесят Вставай Вставай Теперь те же два пьяных друга Нашли книгу Дэвида Копперфильда Как он исчезает? Да все нормально, я живой Главное понимаешь, в чем проблема Смешная первая же миниатюра Стало понятно, чем она закончится Потому что вы расстелили простынь И начали с нее Ну вот обидно Было смешно Но все заранее понимаешь В общем, все закончится В целом, спасибо Ребята, спасибо, но Будем ждать вновь встречи с вами Чтобы вы, может быть, в следующий раз Выиграли в нашей Но зато вы познакомились с Леночкой Давайте поаплодируем ребятам Они рискнули Они пошли на пятьдесят тысяч Но, к сожалению, ушли ни с чем Так бывает в нашей игре Тема она и хороша Спасибо, пока Сейтимов Аслан Приехал к нам из Казахстана Город Атырау Встречайтесь Аслан, здравствуйте Здравствуйте А я вот вижу, у вас в хобби написано футбол Есть такое Есть такое Юмор, в общем, российский футбол Юмор, в общем, российский футбол Ну, это юмор Где-то я с вами согласен Российский футбол, это юмор Конечно Все же смотрели Аслан, скажите, пожалуйста Я помню, в прошлой передаче Вы выиграли много денег Ну, не много Ну, не много, но кучу Скажите, на что потратили? Эту кучу Вот мне тоже интересно, куда я их потратил А не помните? Были? А значит, хорошо провели время Мы же вместе были Значит, вы оба не помните Да, значит, нам обоим понравилось Аслан, я помню, кстати, у вас юмор был очень хороший Очень хороший Я смотрю, все помните? И вот, а с вами не было просто Поэтому Ну, 50 тысяч вы выиграли Как-то немного Максимальный был приз 50 тысяч Ну, а сегодня аж 100 Надо бы тогда 100 делать Надо было А что, сейчас без шуток вы приехали, что ли? Ну, чуть-чуть есть Есть чуть-чуть? Ну, давайте Начнем? Давай Итак, я напоминаю Первая минута есть у Аслана Если ему удастся рассмешить комиков Он получает одну тысячу гривен А мы поехали Бомж-мажор купил нарезанный хлеб Пассажиры из Кустаная улетели раньше самолета Вместо плетки казахский жокей покусывает коня Восстание два гея держали за ручкой И теперь пытаются удержаться за жизнь Президент Колумбии рассыпал бюджет за май А Игуль была настолько страшной, что стала рекламным лицом Ниссан Жук У Стаса Михайлова в холодной воде крестик маленький Стас Михайлов всегда приносит приятные ощущения Вить, на самом деле Жук приносит приятные ощущения Жук, да там да Там подпитал Аслан вас правильными шутками вначале Разогрел И заработал одну тысячу гривен С чем мы его поздравляем Даже не буду спрашивать, Аслан, пойдете ли вы на вторую минуту А просто нажимаю ее, да? Красавчик Поехали Вор украл пианино и сел за него Муж певицы Натали должен построить дом Посадить дерево, воспитать сына, дочку И точка, и точка Новости казахстанского животноводства Фермер Азамат из-за трав вырастил 30 голов скота Совершенно позабыв про их тела Тупой батя поставил провинившегося сына на горох Но выиграл 20 красное Из казахского навигатора в конце маршрута слышится Пурррррррррррр... Казахские бомжи гордо называют себя кочевниками Русалочка так хотела себе ноги, что пригнул на турник с 9-го этажа Грузин пришел на кадриль и телок кадриль Казашка, которая любит поломаться, нет-нет, да-да Кирилл Киркоров получил погоняло, Филипп Мать Стаса Михайлова хочет сына На Кавказе у девушки до 18 лет в друзьях ВКонтакте могут быть только братья и овчарки Мне, Вова, показалось, что на последней, на последней секунде тебе стало смешно Мне было смешно раньше Да Но стало на последней? Ну, мне показалось так, что не смог ты скрыть Так тебе показалось или ты уверен? Ты смеялся, не открыв рта О, прикинь? Харайцов То есть до меня звук не доходит, но мне казалось, что это было так Нет? Как лошадка, да, спасибо Я вас поздравляю, Аслан, 5000 гривен у вас в кармане Может быть, кому-то покажется, что я вас спас Я не буду с этими людьми спорить Итак, третья минута пошла На кону, а я даже не спросил, хотите ли вы, Аслан, пойти на третью минуту, либо вам хватит 5000 Да у меня выбора нет, давайте Отлично Чё, зря приезжал? Конечно, не зря Третья минута На кону 10 тысяч гривен Работника с фамилией Назарбаев на всякий случай повышают каждый день У каждого казахского ребенка в детстве был страх, что он бурят Казахские кинематографисты сняли Эммануэль и хорошо провели ночь Казахские метеорологи определяют погоду по новостям У продавца фисташек немного приоткрыт рот Наверное, Аслан, есть смысл делать паузы после ваших шуток, потому что не сразу доходит до Евгения Кашевого то, что вы сказали Теперь у вас есть выбор, Аслан? Да-да, давай Заметьте, я с вами на вы Давайте Да на На передачу «Давай поженимся» Аркадий Купник пришел сытый и без документов Николай Вайлуев поймал такси и положил в карман На Троищине первым в дом ходит участковый Карлик Витти и при жизни был легок на подъем Когда сынок вернулся из тюрьмы, бабушка начала молиться на его купола Казах, который быстро ходит, ушел от погони В Казахстане на Хоуэм проститутки ходят в своем Иван сказал, что Казахстан отсталая страна На что Азамат обиделся и разрубил его оливардой Легкое недомогание Вахтанга Кикабидзе вызвало обвал на рынке циркониевых браслетов Казахский мужик сказал, мужик сделал А если не сделал, то погорячился И как говорят у вас киевские болельщики Кто не скачет, тот москаль Аслан, боюсь спросить, что будет у вас на следующей минуте Если вы ее возьмете Я сам боюсь Я предлагаю вам пойти дальше, потому что у меня... Поскакать! У меня есть ощущение, что у вас закончились шутки И? Поэтому я предлагаю вам пойти на следующую минуту Логично же? Логично Абсолютно Спасибо тебе, Витя С Казахстана, брат Играете дальше или берете деньги? Деньги, наверное, возьмем 20 тысяч гривен составляет на сегодня ваш выигрыш Забирайте его Спасибо, что приехали Расмеши снежного И под столом валяться Расмеши снежного Пусть намочат колготки Расмеши снежного Но только не использующих водки У меня очень веселое настроение Лучше тянется в руках, чем сами знаете что Ах, хорошее настроение, поехали дальше Из Одессы мамы к нам приехали Сигал Евгений И Логинова Ксения Встречайте Расмеши снежного Расмеши меня Расмеши меня А, ну этот образ мы помним хорошо уже Ксения Да Скажите, пожалуйста, Евгений не спит сейчас? У меня вроде нормально все Ну, впервые, ребят, вы в таком дуэте, да? Да Ребят, у вас здесь написано С какими животными вы себя ассоциируете Написано тушканчик и корова Кто-кто И, извините Кто-кто Каждый и то, и другое Я думаю, Витька, тут люди уже в образе Я думаю, мы готовы уже смеяться Итак, на сцене тушканчик и корова Первая минута пошла Когда я вышла на сцену Мужчины в зале зашептали Это она Роковая сердцеедка Шальная императрица Турки называют меня Наташа, Наташ Хорваты называют меня Легко напередочка Немцы говорят Мама, есть гуд Каждый вечер возле моего подъезда Собирается столько мужчин Что к нему перенесли военкомат Обычным пига лицам парни кидают в окна камушки Мое три раза обстреливали из гранатомета Я виртуозная любовница Но мне сейчас нет трусиков А сейчас есть А сейчас снова нет Ой, простите Простите А почему ты это говоришь? Очень хорошее воображение просто Правильно Одна тысяча гривен У вас, Евгений, есть А у вас, Ксения Не знаю, то есть, то нет Идем на вторую? Да Не сбиваем Заговорил Вторая минута На кону пять тысяч Поехали Мужчины настолько хотят секса со мной Что иногда даже спят с другими У которых со мной было Я настолько хороша в постели Что мужчины царапают спину мне Когда я еду в общественном транспорте Чтобы мне было где сесть Мужчины на ходу выкидывают из троллейбуса бабушек А еще, как вы видите, у меня есть раб Че ты Че ты несешь? Какой раб? Ты хочешь, чтобы я всем рассказала, что ты делал вчера с дыней? Слушаю и повинуюсь, хозяйка Делай мне комплименты, раб Ты такая загадочная, что врачи никак не могут поставить тебе диагноз Ты лучшая начинка для хула-хупа Ты как Скарлетт Йоханссон Только жирная и уродливая Спасибо И это спасибо было, видимо, адресовано Владимиру Зеленскому Потому что на 56-й секунде он приносит вам 5000 И я предлагаю, друзья, не сбивать Не сбивать ребят Потому что там дальше идет тема Да, ребят? Идем дальше? Да На кону 10 тысяч гривен, поехали Мужчины в зале Почему вы меня глазами раздеваете? А тебе бы чего хотелось? Чтобы руками раздевали Между прочим, меня называют укротительницей мужчин Не укротительницей мужчин, а мучительницей кротов Между прочим, однажды мне подарили больше 30 букетов за день Да, но потом ты вышла из комы и похороны отменили Я хочу рассказать о своих эрогенных зонах Это никому не интересно А почему тогда у Лысого и Спалина на лбу выступила? Между прочим, за мной ухаживал сам Стас Михайлов Правда, что ли? Да, он сбил меня на своей машине и потом накрыл ковальком Если бы на всей земле были только я, ты и Зеленский Мы бы каждый вечер гуляли под луной Кто мы? Я и Лапусик Ксения Я вас слышу Я сейчас обращаюсь к вам, потому что из двух, мне кажется, вы более вменяема Совершенно верно Если вы более вменяема, как мне кажется, вы понимаете, что у вас сейчас нет денег? Да Но у вас есть очень много мужчин, которые вас до сих пор раздевают И я предлагаю вам переместиться за кулисами, потому что там тоже много мужчин Спасибо К сожалению Вы проиграли, но вы доставили нам удовольствие хотя бы на первых двух минутах Увы, в этот раз не получилось Пока-пока Спасибо Расмеши свежного Сделай, чтоб парень спиялся Расмеши свежного И под столом валяться С нетерпением ждем на нашей сцене Элерт Александра и Трегуб Станислава Город Донецк Встречайте Расмеши свежного Расмеши меня, разве же меня Здравствуйте Здравствуйте Станислав Александр, здравствуйте Прямо Рады, рады, рады У нас такое чудесное настроение Давайте мы не будем вас ничего спрашивать Сразу начнем Тю Давайте Тю и взял и испортил настроение Ребята Хотите поболтать? Да Давайте, на что потратили деньги? Крутейшие выходные вообще Классно, давайте начинать Поехали Итак, случай в порту Так, ты капитан Я капитан Теперь я капитан У меня костыль, крюк, глаз, кепка, фрак, голубь Ну, правда, вся спина Мы будем грабить и сжечь их фрегаты Но щудить стариков и детей Понятно? Понятно Слышь, пират, как тебя зовут? Жека Воробея А, понятно А ты кто такой? А я вот этот А, это к тебе на процедурке? Да, да, во вторую Подняй, Борщ Итак, физрук грабит банк Всем стоять! Это ограбление Ноги на ширине плеч Руки за голову Начинаем вращение тазом Раз, два, три, четыре Закончили упражнение Деньги в рюкзак И тихо, никому Простите, ребята Мне просто очень хотелось досмотреть эту миниатюру до конца Но посредине этой миниатюры Евгений Кашевой Можем, кстати, досмотреть Да, 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 да А можем не смотреть Он согласен Есть Неожиданно, я думал, Витька немножко уснул И головой уже нажал А я думал, Витя со своим хочет дать денег Нет, нет, ребят, одна тысяча гривен вон из того сейха Хотя хорошая идея Да Традиционный вопрос, идем дальше Да Да, традиционный ответ В магазине нижнего белья Здравствуйте, девушка Здравствуйте Я там бельишко присмотрел, а размер забыл Смотрю, у вас фигура подходящая Не могли бы примерить? Да, конечно, какое белье? Вот эти труселя для бати И так же Ну да, 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 да Как-то очень просто, но, видимо, прямо в настроении Владимиру Зеленскому Да, действительно, сейчас такое настроение труселя Да Какое-то такое игривое Магазинное настроение Магазин шопинговое такое настроение Видимо, Владимир недавно был в такой же ситуации Да я и сейчас в них Да, ребята, а хочется спросить? Хочется ответить? Спросите Ну, мы поняли друг друга Да Поехали Жена помогает мужу собираться на работу Дорогая, где мой второй носок? Не тот Другой черный Это белый, но грязный Тут резинка давит Этот с ромбиком Это детский Это взрослый Это твои капроновые Это стринги Что это вообще? А тут больше ничего нет Мне нечего надеть Ну, возьми вот эти Ты что, это новую сыну на свадьбу поклочь? Ну, я не знаю, тогда иди так Как так? В сандалетах на боссу ногу? Люда, мне 43 года Ты думаешь, что ты говоришь вообще? Итак, представьте, парень купил новые кеды Да, здорово Да Да На рынке Да Упал, связки Порвало У тебя кеды новые смотрят? Да Зачетные А вот сейчас Евгений Кашевой не согласен с тем, что я нажал на кнопку Поэтому мы, дорогие друзья, попросим режиссера посмотреть на экран Где-то там 49-е, 50-е, смотрите Поймал муху Смотрите Ага Было, глотнул воздух, ну пусть 10 тысяч гривен в кармане у вас Настроены вы решительно, судя по тому, что вы не забираете реквизит Судя по тому, что вы принимаете уже какие-то позы Мы продолжаем Поехали Все животные похожи на своих хозяев Итак, случай в семье Бать, можешь попить? Фу, шарик, видишь, я тебя с батей путаю Шарик на улице, воды принеси Окей Итак, представьте, такой парень есть в любом дворе О, ты дебил! Я не дебил Ты такой дебил вообще! Я не дебил Да вообще дебил просто! Я сейчас брата своего старшего позову Да зови кого-то, это ж на такая семья дебильная, все переехали в двор наш Ну, черт, они... Оооо, парень, ты вообще дебил, ты моего брата привел, здорово! Двадцать тысяч! Двадцать тысяч! Двадцать тысяч! Двадцать тысяч гривен! Но если вы помните, это сегодня не главный приз, сегодня можно выиграть сто, да? Да А пока только пятьдесят Чемпионат по армрестлингу Три, два, один Да ну тебя нафиг! Пятьдесят тысяч! Пятьдесят тысяч! Пятьдесят тысяч! Какое прекрасное слово! Пятьдесят тысяч! Я просто очень смешно терял сознание Сдержанные эмоции победителей сейчас мы видим на сцене, потому что, видимо... Подсохло Все эмоции будут выданы через нашу суперминуту, назовем ее так Подсохло, говорит Ребята, ну сейчас уже есть небольшая истерика у наших комиков, и этим нужно воспользоваться Потому что наш супер-выигрыш как раз совпал с супер-настроением Евгения и Владимира Как вы думаете? Да, 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 говорит вам зал, конечно! Стопаем Есть! Тяжелое оружие пошло Козыри, козыри пошли! Ребята А А я сейчас даже не к вам обращаюсь, а к залу Давайте поддержим, потому что сто тысяч! Сто тысяч! Супер-приз! Очень хочется, чтобы вы выиграли Шестая минута Случай в детском саду Копай Я ничего не делал Я сказал, копай Я воспитательнице расскажу Хочешь рассказать воспитательнице? Немножко левее копай А вот теперь можете не скрывать свои эмоции, ребята, потанцуйте Нижний брейк Нижний брейк, все, что хотите, любой танец Сто тысяч кривен Супер-приз нашей игры Забирайте, забирайте, молодцы! Размеши свежного Сделать, чтобы поимцел Размеши свежного И под столом валяться Размеши свежного Пусть намочен колготки Размеши свежного Но только не использующие водки Сейчас мы чувствуем себя, как в доме 2 Мы счастливы! Да, мы счастливы, но мы обещали в прошлый раз идти до конца Вот мы и сдержали свое обещание Мужики! Друзья, если на экране крупным планом показывают ведущего программы «Рассмеши комика», значит наше шоу подошло к концу Но вы не расстраивайтесь, ведь мы увидимся ровно через неделю И это... Не переключайтесь! С вами был Виктор Васильев Увидимся! Размеши свежного Сделай, чтобы поимцелиться Размеши свежного И под столом валяться Размеши свежного Пусть намочен колготки Размеши свежного Но только не использующие водки